Смотри, ну вот последние прилёты по Крыму, да, многие видят в этом подготовку операции именно в Крыму, ну, никто не знает, ничего не знает, никто, действительно ли Крым будет этой мишенью, и там, десант ли будет высаживаться, или кто-то, ну, это просто гадание бессмысленное, но, тем не менее, активность высокая, и главное, что используют эти средства, ну, они тоже ограничены, возможно, там, возможно, вот попадание по штабу Черноморского флота, ну, до этого в Сухих Доках была уничтожена подводная лодка и десантный корабль, в Севастополе всё происходит, да, то есть, в целом, это свидетельство о неком нарастании активности именно на этом направлении, ты знаешь, я вот умозрительно так себе представляю, что для того, чтобы радикально пробить ситуацию, действительно, нужно, чтобы заплыхал именно в Крыму, потому что, ну, да, Токмак, да, Мелитополь, да, направление Южное, само собой, но вот, учитывая политическую обстановку, многие её недооценивают, или неверно оценивают, выразимся так, да, Украина стремится продемонстрировать нечто совершенно, там, радикальное, невероятное, по масштабу для того, чтобы, ну, скажем так, внушить уверенность союзникам о том, что нужно интенсифицировать эту поддержку, и результат не заставить себя ждать. Ты полагаешь, что, ну, вот ошибочно сообщили, что погиб этот Соколов, адмирал, ну, не погиб сейчас, ну, какая разница, вот, честно говоря, я не знаю, почему люди так сильно по этому поводу нервничают, ну, хорошо, не погиб Соколов, но удар-то всё равно от этого не отменяется по штабу Черноморского флота, а что дальше, а какой объект в Крыму тогда безопасный, вот у меня такой вопрос. Под водой где-нибудь, что ли, я не знаю, где? Под водой уже нет, потому что первая подводная лодка уже фактически уничтожена, Ростов-Нурмонова, она не подлежит восстановлению в результате удара, который был нанесен по сухим докам завода Родженикиза в Севастополе. Вот, что касается этого самого адмирала Виктора Соколова, ну, давай посмотрим на ситуацию таким образом. Черноморский флот исторически во времена современных СССР и Российской Федерации, он был всегда, ну, скажем так, наиболее, наверное, распиаренным, но самым слабым в сравнении с другими флотами. Это четвертый, всегда был самый слабый флот после Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов. Всегда так исторически. Это был такой блатной флот, куда было престижно попасть, выйти на пенсию, получить квартирку в Севастополе или в Евпаторе, поселиться, привезти свою родню из Рязанской области или из какой-нибудь Саха-Якутии и кайфовать. Но сам флот был очень слабый. Что происходит с начала полномасштабного вторжения? Во-первых, сюда переводится значительная часть боеспособных кораблей из других флотов. Она была переброшена еще до начала вторжения. Раз. Второе. Сюда перебрасываются лучшие офицеры из других флотов. Соответственно, улучшается не только боевая надводная и подводная часть флота, но и улучшается его кадровый состав. Кардинально. Поэтому, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день Черноморский флот в составе ВМС России, это самый мощный флот по его оперативным возможностям, с одной стороны, с другой стороны, по его кадровому составу. Почему? Потому что он воюет, в отличие от других флотов. Другие только развлекаются, участвуют в стрельбах, учениях. Этот флот реально находится в состоянии войны. И, смотри, с этим самым мощным флотом, которым он с позиции 4 по потенциалу перемещается на первое место фактически, с этим флотом Украина, у которой нет флота, ведет успешную победоносную войну. За это время потоплен. Это беспрецедентно. За Первую и Вторую мировую Россия не потеряла из западной союзники ни одного флагмана. Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер. Москва потоплена совокупно свыше 20 кораблей, как десантных, противолодочных, уничтожена сейчас первая подлодка и тому подобное. Поэтому удар по штабу ЧФРФ в момент, когда там проводилось совещание, никто даже не опровергает факт того, что там погибли десятки высших офицеров Черноморского флота Российской Федерации. И не только они. Там еще находились и другие прикомандированные офицеры с других флотов. Ну и ФСБ там говорят очень серьезные узел связи. Поэтому, смотри, вот этот лучший состав, костяк, который собрался здесь на Черноморском флоте, он сейчас, по сути, или ликвидированно уничтожен, или он выведен из игры, или он полностью геморализован. С этой точки зрения убили Виктора Соколова, не убили, большого значения по большому счету не имеет. Я тебе могу сказать, что на тех видео, которые, кстати, вызывают вопросы, как минимум ряд этих видео, больше выглядят как снятые до атаки. Ну вот, как минимум... Ну, и проверить, да. Снеждение этих футболистов, значит, футбольного клуба Черноморец, вот, оно состоялось 19 сентября, а атака была 22-го. То есть, не факт, что это видео свежее, но, в любом случае, на тех видео, где он вроде фигурует как бы свежее, выглядит он не очень хорошо. Ну, как минимум, он человек морально подавленный. Его предшественника, адмирала Осипова, как мы помним, с позором, тихо, так вот, скажем так, просто пнули под зад коленом и выгнали из флота, из армии. Выперли просто, понимаешь, когда потопили крейсер Москву. Поэтому, с этим происходит еще. На самом деле, Соколов же потерял еще больше кораблей, боевых кораблей, чем это произошло при Осипе. Потому что Осипов был только первые полгода, его сняли как раз, по-моему, это был сентябрь где-то, или октябрь, не помню, 22-го года. А этот уже командует фактически год, и он успел потерять намного больше. Поэтому, значит, условно говоря, знаешь, как говорят в армии, что лучше даже иногда не убить офицера противника, а морально его сломать. Поскольку морально сломленный командующий противника наделает бед для него же, наломает дрон намного больше, чем ликвидировал. Поскольку, если бы его ликвидировали, был бы шанс, что пришел бы какой-то новый, без каких-то моральных проблем, без вот этого надлома, и смог бы ситуацию выровнять. А этот уже сломленный, его поломали. Соколов, он же просто поломанный, понимаешь? И поэтому для нас, возможно, живой, но поломанный Соколов даже выгоднее, чем за двухсочин. Давай тогда поговорим о, еще немножко международной теме коснемся, поговорим о ходе выборов США. Две новости тут поступили. Конечно, они будут связаны с войной, конечно, они будут связаны с тактикой России, политической, на затягивании войны и так далее. В отношении Трампа состоялся приговор о мошенничестве. Это раз. А второй, Десантис, который и без того, в общем, вызывал ряд вопросов, заявил о том, что и ты об этом опубликовал в своем телеграм-канале, к которому мы отсылаем. Сделал заявление о том, что, в общем, ну, я перефразирую, Украина, не особенно Америке, нужна в НАТО. Ну, что-то такое, да? А вот, там редакция была, по-моему, более точная, ты можешь сказать. Получается, вот как бы там ни крути, ни говори, а республиканцы, ну, во всяком случае, в лице вот ряда своих кандидатов, не всех, не всех. Некоторые очень последовательные, там, Ника Хейли, там, Пенс, там, и так далее. Но они демонстрируют иную, отличную от позиции, безусловной, поддержки Украины. Конечно, масса вопросов и к нынешней администрации, но все-таки. Насколько угроза республиканского реванша в ноябре 2024 года, она, в общем, проглядываемая сейчас, может быть, и не очевидная. Может, все изменится сразу после выборов. Но она, ну, скажем так, вредит уже теперь, да, по ряду вопросов, вредит прямо вот, давая вдохновение Москве, кстати, о, отлично, еще и Десантис, вот, да. Значит, с другой стороны, создавая общественное мнение в американском, оно, кстати, не так однозначно, многие как-то очень успокоенно об этом говорят, что там однозначная поддержка, это далеко не так. Вот, в Америке непростой процесс идет в связи с поддержкой Украины. Ну, наверное, инспирация есть какая-то в стране Москвы и ее агентов. Но что бы ты сказал вот о контексте этих событий? Кстати, 24 миллиарда, заблокированные республиканским большинством в Конгрессе, да, это тоже еще один звонок туда же. Ну, опять же, смотри, Марк, я неуполномочен давать комментарии относительно внутриполитической американской ситуации. Мы видим, следим за всем происходящим, безусловно, очень внимательно. И вчера решение суда в Нью-Йорке, которое было вынесено в отношении Дональда Трампа, экс-президента США и его сыновей, в которых он был признан виновным в финансовом мошенничестве. Ну, по-просту говоря, он заушал стоимость активов собственных компаний и бизнесов. То есть он всегда это делал, понятно, с какой целью, поскольку любой бизнес большой... Да, у него компании акционерные, они не частные. Да, они акционерные, и он всегда был вынужден брать кредиты в банках для развития собственного бизнеса. Дональд Трамп пережил разные этапы своей, скажем, бизнес-биографии, но он, в конце концов, дошел до высшей точки в политической иерархии Америки, стал президентом страны. И имеет шансы, несмотря на вот это решение, вновь зайти на пьедестал и занять свое кресло в Белом доме. Давай не будем себя, скажем так, обманывать. У Дональда Трампа может показаться, что он уже отыгранная карта, но он имеет абсолютно реальные шансы вновь победить. Тем более, что у него высокий уровень поддержки среди диспобиканских избирателей. Вот. Ситуация с нашими союзниками, в принципе, понятна, почему так происходит. Вот. В Америке достаточно много других проблем, как внутренних, так и внешних. Мы, я имею в виду, Украина одна из ключевых, но мы не единственная проблема. И поэтому, естественно, американский избиратель вынужден диверсифицировать риски. И он вынужден считать, заниматься тем, чем американцы занимаются прекрасно. Ты знаешь, что в США, вот, tax evasion, неуплата налогов, тягчайшее федеральное преступление, за которое дают большой срок. Это у нас, знаешь, относится, знаешь, это как к тосту. Ну, давайте выпьем, да, за неуплату налогов, знаешь, это шутка такая. Вот. Там это не может быть предметом шутки, поскольку это, в принципе, уважение к собственному государству. И любой американец, платящий налоги, он выполняет важным и значимым социальным функциям. И наоборот, любой, кто этого не делает, он презираем. И любой политик, который скажет, вот, я там, с гордостью ему скажет, я обманул государство, не платил налоги, ну все, на этом тебе конец уже, коронды. Вот. Поэтому американские избиратели, республиканские в частности, он вынужден считать, диверсифицировать. И они считают, очевидно, в данный момент, что необходимо, в первую очередь, четко просчитывать объемы этой помощи, вот, контролировать ее выделение, следить за тем, как эта помощь доходит в Украине до непосредственных конечных пользователей, то есть людей, которые нажимают на спусковой крючок, значит, запускают дроны, снаряды и тому подобное. И вот, и в этом ничего необычного нет. Американская политика всегда была таким образом построена. Мы получили и продолжаем получать беспрецедентный объем помощи без какого-либо статуса. Нам даже не дали статус там особого союзника США за пределами НАТО. То есть и без этого статуса мы стали крупнейшим получателем американской военной помощи. Поэтому это предвыборная кампания, которую я комментировать не могу, вот, она еще даже фактически не стартовала. Вот, но тут, как ты справедливо заметил, есть разные точки зрения внутри даже республиканского лагеря. Вот, поэтому посмотрим. Одна история, это если Трамп будет основным кандидатом от республиканцев. Здесь, в принципе, приблизительно мы понимаем, что будет происходить по треку этой помощи. Другая история, если Трамп с этой дистанции сойдет, вот, не факт, что эта позиция трамповская в отношении Украины, она останется мейнстримовой. То есть тот же Десантис, он очень достаточно показывает себя разумным политиком и, в общем-то, ориентированным им конъюнктуру. Вот, если они будут видеть, ситуация поменяется, точно так же их риторика будет меняться. Принципиально иное. Любая администрация Соединенных Штатов Америки, республиканская или демократическая, она следует собственным национальным интересам и отступить сейчас от поддержки Украины, ключевого сейчас союзника на восточном фланге НАТО, никакая администрация не может себе позволить. И надо всегда разделять. Есть риторика предвыборная, а есть, собственно говоря, интересы США. И поэтому, как мне кажется, американский военно-промышленный комплекс, ну, как минимум, не пострадал, да, мягко говоря, от того, что сейчас происходит в Украине. Они получают огромные контракты, огромные заказы, и не только от Украины, а от других пользователей по всему миру, которые увидели эффективность тех или иных американских систем вооружений. Поэтому американский комплекс ВПК, он является спонсором как демократического, так и республиканского лагеря. И вот, собственно говоря, мне так кажется, что именно этот влиятельнейший игрок еще своего слова не сказал. И когда их интересы действительно, им покажется в ВПК, что они могут оказаться под угрозой, я думаю, что они правильно расставят точки над «и», вот, и смогут послать правильный месседж всем кандидатам, в том числе от республиканской партии. Ну, хорошо, будем ждать, так сказать, это сильно влияет на наше понимание того, как будет развиваться поддержка, собственно говоря, с Соединенными Штатами и западными союзниками Украины. Будем за этим следить. Ну, хорошо, мы уже 36 минут в эфире, у нас еще есть время, минут 15, мы об этом сейчас обсудим, другие вопросы. Давай вот еще чего коснемся. Ситуация на фронте, как она выглядит на восточном и на южном направлении. Я понимаю, в детали ты входить не можешь, но, тем не менее, очевидные успехи на Востоке, например, вот, что связано с Клещеевкой, Андреевкой, продолжающийся там уже огневой контроль трассы из Бахмута, да, то есть это явное, ну, сжимание кольца вокруг Бахмута, это такое, я бы сказал, очень болезненное само по себе и символическое, болезненное последствия и контрнаступление, которое на юге интенсивнее идет, но, тем не менее, продолжается и на востоке. На юге, да, хоть и при всей медленности темпов и, так сказать, все понимание того, что происходит, что непросто все идет, да, но, тем не менее, тоже в направлении Токмака идет некое движение в СУ, об этом вот какой-то тип из какой-то Рожков или Рогов, забыл, как-то он все время сказал, Рогов, да, ну, я их не всех помню, значит, постоянно какие-то на него ссылаются, на его телеграм-канал ссылаются источники пропагандистские. Тем не менее, даже они признают, что движение идет, ну, не принято, ВСУ не комментирует это, но, тем не менее, какой есть резерв, с учетом того, что сентябрь заканчивает, сегодня уже 27 сентября, ну, остается буквально 3 дня, и сентября уже нет, остается октябрь, месяц, который, в общем, ну, последний такой теплый, может быть, там, первая его часть, может быть, весь месяц, а дальше уже хуже, так? Что думаешь? Ну, Марк, нам об этом было известно, в принципе, давно, я только напомню, что в эти же даты приблизительно год назад завершилось победное Харьковское наступление, вот, оно закончилось приблизительно там где-то 16-17 сентября, а Херсон был освобожден 11 ноября, когда уже были дожди, и я помню прекрасно, это был юг, поскольку тоже наши подразделения участвовали и в Херсонском, и в Харьковском наступлении, вот, и мы зашли с нашими, значит, побратимами 13 ноября, зашли в Херсон уже, вот. Ну, да, но там, 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 там все-таки оставление было позиции со стороны. Я говорю, что был дождливый сезон, и было уже позиции, но, не менее, наступление продолжалось, то есть, ограничиваться исключительно рамками там нескольких дней, я думаю, будет неправильно, я думаю, что еще несколько недель, уверенно мы можем сказать, что у нас будет для того, чтобы продолжать наступление. Ситуация развивается следующим образом. На Лиманско-Купинском направлении противник потерпел поражение в результате многочисленных атак, они смогли там сконцентрировать огромную армию, 100-тысячную бросили туда резервы, 25-ю армию бросали, вот, они потеряли, понесли огромные потери, причем как в технике, так и в личном составе, и последним шагом отчаяния они сейчас сформировали такие штурмовые роты, вот, общим количеством до 2000 личного состава на Купинском. Говорят, что ЧВКшников каких-то уже не оставляют. Я сейчас не скажу, это не ЧВКшники, это чисто вот эти штурмовые подразделения, вот, до 2000 они сформировали такие роты, вот, приблизительно будет там до 20 рот, которыми они сейчас будут пытаться что-то еще штурмануть, но это уже практически, знаешь, уже фактически жест отчаяния, поскольку до этого все их попытки лобовых штурмов гораздо большими силами, они потерпели так же поражение, вот, они не то, что не смогли их не взять в Купинск, они даже не смогли к нему нормально подойти, вот, и наша артиллерия продолжает уничтожать их там на подступах, и поэтому во многих местах они были вынуждены даже отойти. Что касается Багнера, сегодня появилась информация, ее сегодня официально подтвердили в командовании восточной группировки, за ссылку о том, что действительно, да, на восточном направлении сейчас появилась небольшая группа до батальона, около 500 человек наемников Багнера. Смысл их появления там? Первое, значит, ну, во-первых, смотри, это 500 человек из огромной, некогда армии, их было 25 тысяч, как говорил сам Привожин, 8 тысяч потом выводили в Беларусь, основная масса их уехала в Африку, на Ближний Восток, и только 500 перекинули в Украину. Это, значит, так называемые штрафники, которые должны кровью искупить свое участие в военном мятеже, вооруженном мятеже Привожина. Их задача следующая. Во-первых, психологическое давление на наше подразделение. Дескать, смотрите, Вагнер вернулся, но мы понимаем, что эта группировка, она не сможет стать геймченджером, она не поменяет ситуацию вообще никак. Этот батальон, он ничего не изменит. Да, это самая подготовленная их часть, да, безусловно, это, наверное, одни из лучших военнослужащих в составе оккупационного конъюнгента противника, но тем не менее ситуацию не поменяет. Второе их предназначение – это выступать таким, знаешь, бабой-ягой, таким бабаем для российских подразделений. Вагнер и ранее выполнял карательные функции, и мы знаем от военнопленных, о том, что они пытали и расстреливали российских военнослужащих за невыполнение приказа, факты дезертирства и тому подобное. Сейчас приближается роковая для Путина дата, дата начала мобилизации. Это вот как раз было сейчас вот в этих числах 25-26 сентября, когда они год назад начали мобилизацию. За все это время не было ни ротаций, ни возможности у них нормально выехать в отпуска. Многие, кто уезжает в отпуска, они становятся дезертирами, то есть они начинают просто сбегать, напереду возвращаться не хотят. Мы слышим по перехватам, мы от пленных слышим о том, что они в ужасающих условиях, ну типа кинули взвод на ноль, дали им с собой, ну буквально в смысле, говорят, одна упаковка супа, там положки консервированной кукурузы, вот, и ноль питьевой воды. Воду пьют питьевую, из луж, садят через марлю, пьют вот эту черную воду, ну с землей в буквальном смысле, то есть дизентерия, кишечные заболевания и тому подобное, вот все это сопровождает. Как результат, начинается сейчас брожение у противника, начинаются сейчас серьезные сигналы о том, что они готовят сейчас массовые бунты с целью дезертирования, выхода с линии фронта под соусом того, что над ними издеваются, не кормят, пытают, забирают у них деньги, не дают вооружения и тому подобное. Вот, в частности, у нас есть информация из 394-го мотострелкового полка, из 127-й мотострелковой дивизии, 15-й гвардейский мотострелковый полк, который входит во 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, о том, что мобилизованные, мобилизированные собираются устроить бунт и дезертировать вместе с оружием с передовой. Кроме того, они очень сильно нервничают из-за того, что им не дают возможности ни демобилизоваться, ни отойти на ротацию, ни поехать в отпуск. Ну и вот, а на них же такие заявления, типа, как замгловые комитеты Госдумы по вопросам обороны Картополова, который сказал, что они вернутся домой после завершения СВО, ротации не будет, им положен отпуск за каждые 6 прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят. Ну, понятно, что они никуда никого не отпускают, и вот, и поэтому ситуация там складывается на вот этом, в первую очередь, восточном направлении, Бахмутском, достаточно драматичная. Ну, она практически такая же по всей линии фронта. Теперь по югу. На юге командующий нашей сегодня южной группировки, генерал Александр Тарнавский, анонсировал очень хорошие новости в ближайшее время. Какие, мы не комментируем до тех пор, пока официально не будет объявлено. Но мы знаем о том, что движение идет не только там, скажем, там вглубь, но и вширь. То есть, когда уже продвигается подразделение штурмовая прорыва, после того, когда пробивается линия, заходится за линию Суровикина, они потом начинают уже растекаться по линии фронта для того, чтобы обезопасить фланги и расширить формат и направление наших последующих наступательных действий. Поэтому, возможно, это именно те позитивные новости о прорыве и успехе на Южном фронте, Запорожском, Мелитопольском, которых ждали до наступления вот этого самого дождливого сезона. Повторюсь, мы не знаем. Я не господь бог, я не даю прогнозов, я не знаю, сколько у нас еще есть недель. Там идут тяжелые бои, бои кровопролитные, в первую очередь, из-за того, что противник имел достаточно времени для того, чтобы закрепиться. Но, тем не менее, мы видим, что даже в этих условиях наше подразделение все равно одерживает верх, они побеждают. И Кличеевка, и Андреевка, в том числе, которые, кстати, штурмывались с нашими друзьями, побратимами из бригады «Лють». Я прекрасно знаю многих и командиров, и солдат. Мы с ними пересекались многократно. Это относительно новые бригады, но которые сейчас зарекомендовали. И третья штурмовая бригада, и АЗО в том числе. Они, как говорится, дают джазу. Дают джазу, и они, самое главное, дают результат. Еще раз повторю, на многих направлениях удалось достичь очень ощутимого результата и на Купинском, на Лиманском, и на Бахмутском, а теперь еще и на Запорожском. Субтитры создавал DimaTorzok